Друзья, ну а следующего гостя мы бы на самом деле оставили бы до конца нашего эфира и с удовольствием бы послушали и посмотрели бы на него. Но, к сожалению, творческие люди очень заняты, и поэтому у нас есть его минута, чтобы насладиться прекрасным творчеством. Сергей Сальников, участник фестиваля «Красноско поет Высоцкого». Сергей, доброе утро, и мы прямо сейчас же замолкаем, чтобы вас послушать. Я спросил тебя, зачем идете в горы вы? А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой. Ветель брус из самолета видна здорово. Улыбнулась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альбинистка моя, скала ласковая. Первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скала ласковая. Ничего, говорите? Спасибо, Сергей. Сергей, спасибо огромное. Ну, скажите, чтобы исполнять песни Владимира Семеновича, надо ли самому топать в горы, чтобы так чувственно их петь? Ну, Владимир Семенович не все события, о которых он рассказывал, переживал. На Великой Отечественной войне он не был, но в современных условиях его песни о войне петь, это, ну, знаете, без комка в горле очень тяжело. Там, разведку боем, если его взять, там, ну, такое впечатление, будто он там был. Вот. Я сам в горы ходил, ну, правда, не на высокие, не на 7 километров, но мне кажется, очень четко получается передать вот этот вот характер. Ну, опять же, выступая в январе в БКЗ на фестивале Краснярского и Твусоцкого, который Роман организовал, вот Лариса Лужина наше исполнение с Каловаски очень сильно отметила. Ну, мы польщены, мы горды, спасибо. Здорово. Очень здорово. Я даже, если честно, немножко не сразу узнала эту песню, но потому что все равно есть авторство у каждого, кто исполняет песни Высоцкого, и своя Толика для того, чтобы передать настроение. Вот сколько этих авторов будет на ближайшем фестивале? Роман Эльги Энгельгерт, организатор фестиваля, тоже у нас в гостях. Доброе утро. Роман, доброе утро. Спасибо за приглашение. Так, ну что же, у нас теперь не просто какой-то один-пару дней, да, концерта Красноярского и Твусоцкого, а целая серия. Давайте подробнее. Сколько и авторов, и песен, и акцентов? При поддержке программы локальной экспериментальной площадки города Красноярска, что организовано Главным управлением молодежной политики и туризма города Красноярска, мы второй год подряд на набережной сквери энтузиастов, Токировский район, за торговым центром Красноярья, решили проводить конкурсные концерты с участием уже известных исполнителей, где любой красноярец, который умеет петь под гитару, либо под фонограмму, или который умеет читать стихи, или любит это дело, может прийти и практически в формате открытого микрофона это сделать. То есть никакого кастинга вы не проводите? Ну, он есть как бы условный кастинг. Конечно, мы просим прислать хоть какое-то видео, чтобы смотреть, как человек делает, понимать уровень, потому что от этого будет зависеть программа каждого концерта, чтобы его, как говорится, перемеживать, что называется, с сильными выступлениями, чтобы динамика мероприятия не упала. С 20 июня каждый вторник вечером в 7 часов мы будем проводить такие концерты. В общем-то, вот Сергей, в частности, будет солировать 4 июля. К нему подключаются ученики его сообщества счастливых музыкантов, которым он уже второй год, скажем так, руководит и учит ребят и петь, и играть на гитаре. Вот. И дальше, соответственно, каждый вторник ребята приходят. И во вторник, 25 июля, мы делаем большой концерт с участием всех известных музыкантов, артистов, которые принимают участие традиционно в наших концертах, и посвятим это мероприятие Дню памяти Владимира Высоцкого. Ну вот в фестивале уже много лет. Да, он вот уже почти не раздавал. Постоянно развивается. Да, что впереди? Ну, я еще хочу отметить, что 11 июня в рамках празднования Дня Города и в преддверии Дня России мы попробовали установить рекорд России. Есть такой у нас замечательный исполнитель, и сказать...